Вы изучаете историографию Руси. Обычно начинается это с 9 века, что якобы мы пригласили Рюрика. Ну и вот с тех пор мы узнали слово Русь, которое к нам принесли именно варяги из какого-то неведомого племени Русь. И после этого так стала прозываться русская земля. Ну, как всегда, тут половина правды, половина лжи. Значит, Рюрика никто не приглашал. Ну, точнее, понимаете, у него было звание Хараона. То есть это единственный человек на весь земной шар был. Если говорить современными терминами, это был, ну, скорее всего, президент всего земного шара. Понимаете, вот возникает вопрос, да, для того, чтобы пригласить такого человека, что нужно было сделать? А там нам говорят, что какие-то там племена чуди, у которых вообще не было княжения. И пригласили его якобы княжить. Ну, зачем ему княжить, понимаете? Княжить где-то вот в племенах чуди. Но это все равно, как вы сейчас римского папу пригласите на должность мэра какого-нибудь небольшого городка. Скажите, пожалуйста, да? Вот как это будет звучать? Будьте любезны. Уважаемый римский папа, почему бы вам не стать мэром какого-нибудь небольшого города? Ну, это все звучит, конечно, комически. Ну, а почему? Я в двух словах скажу. Значит, получается, что Рюрик построил огромную державу. Я именно называю это державой, поскольку на Руси другого слова не было. Потому что слово «государь» появляется достаточно поздно, и отсюда достаточно поздно появляется слово «государство». И, как вы знаете, государство, ну, если следовать Ленину, это территория, у которой есть свои границы, у которой есть своя армия, и у которой есть там налоги, за счет которого она содержится. Насколько это применимо к державе Рюрика, это вопрос. Потом я вам хотел бы напомнить. Вы вообще видели такой символ царской власти, как держава? Вы, наверное, помните, что в одной руке скипетр. Скипетр – это посох, но очень сокращенный. И это символ воинской власти. А держава – это символ власти духовной. И вы всегда видели, что это шар. Причем, если вы приглядитесь, вы обратите внимание, что это земной шар. То есть держава, вы понимаете, это вы держите в руках весь земной шар. А государство, как вы понимаете, намного меньше, чем держава. Просто чтобы вы задумались. Ну и кроме того, я вам напомню, что когда человек становился королем, или по-русски царем, вообще царь, конечно, это правильный перевод, потому что царь – это це-яр. То есть это как бы бог солнца. Яр на земле. И в ту секунду, когда первосвященник надевает на него корону, он становится не простым человеком, а он становится представителем бога на земле. Причем не просто бога лунного или какого-то, а именно солнечного. Вы сами понимаете, без солнца жить невозможно. Поэтому он сразу становится выше, чем все обычные люди. И выше, чем предстоятель церкви. Вот это на секундочку запомнится. Я хотел бы напомнить, я часто это говорю. Я был членом ученого совета в Государственном университете управления. И года четыре назад у нас один аспирант защищал кандидатскую на тему поведения русской православной церкви в 1918 году. И там прозвучали очень странные слова о том, что церковь выступала против расстрела Николая II как личности, но за лишение его императорских почестей. То есть, если только нет представителя бога на земле, неважно какого бога, то тогда предстоятель церкви, как наилучший человек, он оказывается самым высоким. А если над ним есть царь, то, вы понимаете, он человек зависимый. То есть, бог всегда выше, чем человек. Поэтому церковь была за то, чтобы лишиться вот этого титула царской власти. Это мало кто знает. Ну, так же, как мало кто знает, что русская церковь стала православной только с 1944 года. До этого она всегда называлась правоверной. Чтобы вы знали. А официальное ее название – русская кафолическая, то есть католическая церковь. Но восточного образца у нас как-то восточное православие. А вообще православие означает славить правь. Как вы знаете, в христианстве нет таких понятий, как правь, я и наш. Это понятия ведические. И ведическая религия существовала много тысяч лет. И она бы существовала еще дольше, если бы не определенные разногласия между Римом и остальной Русью. Причем эти разногласия возникли не сразу. Они возникли, ну, примерно лет через 50, наверное, после того, как установилась власть Рюрика на всем земном шаре. Правда, к этому моменту Рюрик уже умер. Сначала могилу Рюрика сделали в Риме, на форуме, но потом... Да, еще сделали при жизни. Потом, когда появились разногласия, эта могила была ликвидирована. Ну и то, что было сделано, было объявлено могилой мифологического Ромула. Но вы сами понимаете, у мифологического персонажа не может быть могилы. Представьте себе, если бы мы сейчас с вами искали, где могила Колобка, например. Там, где могила еще какого-нибудь мифологического персонажа. Понятно, да? Но, тем не менее, туда войдут туристов, это приносит доход, ну, ради бога. Еще хочу вам напомнить, что любые мифы появляются несколько столетий спустя, после самих исторических событий, чтобы вы тоже знали. Поэтому все эти мифы про Рома Лаирена, они намного позже возникли, чем возник Рим. Нам говорят, что Рим возник довольно давно, в VIII веке до н.э. Но на самом деле, какое впечатление, что Рим возник во времена Римлика. Ну, тому масса подтверждений и на географах, и на отдельных аждефактах. Я бы хотел вам показать некоторые примеры того, что русские надписи существуют, как в России, причем очень древние, так и в других странах. И вот сейчас никто из археологов не может объяснить, почему римские надписи есть, допустим, в Египте, в Риме, в Греции. Откуда они там взялись? Если русские появились, как нас уверяют, только в IX веке нашли. Как это могло быть? Я, воспитанный в советской школе, всегда читал, что да, ну, вот русские где-то там замаячили в IX веке, причем это одни из восточных славян, но когда я стал смотреть, выяснилось, что и в Палеолите писали по-русски, причем и в Нижнем, и в Среднем, и в Верхнем, и дальше и в Мезолите, и в Неолите, и в эпоху Бронзы, и прекратили писать по-русски в других странах в XVII и XVII веках, то есть в Новое время. Я вам напомню, что один из шведских королей в XVII веке читал надгробную речь по-русски, и вы в интернете ее можете найти. Она, правда, латинскими буквами написана, но начинается со слов «Уважаемые господа». С чего бы этот шведский король говорил по-русски? С какой стать? Просто русский язык был международным. Нам сейчас это трудно себе представить. Но, а все почему? Потому что Рим когда-то выиграл войну, и закончилось это Триденским собором, который состоялся в 1653 году, где установили, что мы отбрасываем всю хронологию пори реку, которая до этого времени держалась. То есть теперь датировать можно только по христианскому лету исчисления от, даже не от сотворения мира, а от Рождества Христова. Но когда родился Христос, это тоже отдельная статья. Христос, конечно, родился мне в 2015 лет назад. Есть масса фактов того, что был такой проповедник, которого звали Иса Кресень. Иса переводит, означает молния, Кресень означает солнечное или, так сказать, горячее. Так что огненная молния – это Иса Кресень. Это прототип Иисуса Христа. Я их не смешиваю, но точно так же, как мы с вами не смешиваем, прототип какого-то литературного персонажа и реального литературного персонажа. То есть реального лица, с которого этот литературный персонаж будет скислен. Поэтому я их не отождествую. Но на самом деле Иса Кресень родился в 1054 году. Оттянули историю назад. И поэтому вот так получилось. Значит, Рим был основан вот где-то в этот период. В IX веке Рим был основан. К XII веку он расцвел. И вот, собственно, с XII века пошли вот все эти римские императоры. Что касается царского периода, то его растягивают на несколько сотен лет, на самом деле, когда вы начинаете смотреть, артефакты, которые им посвящены, они все укладываются в IX век. То есть никаких многих веков не было. И точно тогда же развивалась Византия. То есть, вы понимаете, эта история искусственно растянута. Ну, а теперь я хотел бы непосредственно перейти уже к самому докладу. Значит, мы были в Псковской области. Есть там место, которое в старину называлось Святогорье. Ну, и наверняка вы слышали о таком герое, как Святогорье. Конечно. Сейчас это место называется Пушкиногорье. Там Пушкин бывал. Ну, вот, как бы... В лингвистике есть такое понятие табуирование и эвфемизм. Табуирование – это запрет каких-то слов, поскольку слово Святогорье дохристианское, значит, его табуировали, его запретили. Вместо него ввели эвфемизм, то есть заместитель, связанный с Пушкиным. Вот так выглядит этот Успенский монастырь. Тоже хотелось бы напомнить. Была иридическая богиня болезни и смерти Мара. После того, как воцарилось христианство, все храмы Мары были переименованы. Раз Мара – богиня смерти, значит, переименовали храмы Успения. Кого Успения? Конечно, Богородица. Успенский. Понятно? Кстати, на иконах, введические иконы, там богиня Мара с младенцем Яром. Эти же изображения остались, но были подписаны по-другому. Дева Мария с младенцем Христом. То есть, понятно? Рисунок, иконография остались теми же самыми, только подпись поменялась. Так что, если вы видите старинные монастыри, которые называются Успенские, вы сразу догадываетесь, что это на самом деле чуточку переделанные храмы Кого? Мары. Понятно. Когда мы поднимались по ступеням, я обратил внимание, что на ступенях есть надпись. Я их сфотографировал, и потом обратил в цвете, потому что белое на светлом фоне вообще не воспринимается. Вы бы тут ничего не прочитали вообще, да? Хотя видно, что тут какие-то надписи есть. Ну, если прочитать, тут есть мелкая надпись в мире Яра. Дальше. Святогоров – монастырь. Яров – руна. Значит, монастырь Святогоров – что значит? Святогорье в этом краю. А что значит Яров – руна? Ну, то есть, монастырь посвящен Богу Яру. Ну, слово «руна» имеет троякое значение. Во-первых, руна – это отдельный знак, то есть, отдельная, ну, как бы, буква или слоговой знак. Во-вторых, это текст. И в-третьих, это все, что сопровождается текстами. Значит, если это монастырь Святогоров Яров Рунов, значит, тут полно разных текстов. Ну, я уверен, что за годы христианства все эти тексты оттуда благополучно исчезли. Вообще говоря, я вам напомню, в монастырях, даже в христианских, первое время до реформы Никона, хранилось очень много ведических древностей. Но потом их постепенно стали уничтожать. Стали уничтожать и во времена реформ Никона, и позже. Хотя, последний, как вы знаете, последний акт с такого вандализма совершил наш замечательный историко-писатель Карумзин. Как вы знаете, он ездил по монастырям, брал старинные рукописи, якобы для царя и якобы на время. Ни одна из этих рукописей назад в монастыри возвращена не была. То ли их сожгли, то ли их спрятали, это вопрос пока непонятно, какой на него ответ. Но во всяком случае, они из употребления духовенством ушли. Следующий, пожалуйста, сегодня. Вы видите, что здесь есть надпись. Причем, что интересно, это в Египте снято с одной из пирамид. Причем, видите, тут стоит мужчина в кроссовках. Это где-то высота, ну, наверное, этажа 20-го, судя по тому, как далеко остальная местность. Но что самое интересное, все надписи навнесены кверху ногами. Это что означает? Что их делали те, кто находились за пределами пирамид. Возникает вопрос, а как это? Значит, сейчас это можно сделать с помощью промышленного альпинизма, ну, или завис какой-нибудь летательный аппарат. В принципе, мы об этом тоже немножко поговорим. Летательные аппараты в то время были. Ну, и что мы тут читаем? Мы читаем. 86-й Яра год. Нулевой год, от которого датировалось воцарение Яра Рюрика, это 856-й год. Вот прибавьте к этому 86-й, 850-й плюс 80-й, 930-й, значит, 942-й год. Понимаете? Десятый год. Вот тогда эта надпись была нанесена. Как вам нравится? Египетская пирамида, а надписи русские. Ну, я не буду показывать, у меня очень много есть слайдов. Все пирамиды исписаны снаружи, изнутри. Мумии и фараонов исписаны только по-русски. Заметьте, ни одних египетских надписей ни снаружи пирамиды, ни внутри пирамид нет. Из этого что следует? Что египтяне не были строителями пирамид. Они даже не попадали внутрь. Просто так, на всякий случай. Дальше, что тут можно прочитать? Воины скифа. Да? Руси, Мары. Под Русью Мары понималась вся Евразия. То есть, вот это воины Евразии. Также написано войска Рюрика из Вагрии. А это немножечко другое. Итак, скифия. Это вся Евразия. Ну, а Вагрия, мы с вами говорили, это небольшое пространство вокруг острова Рюген. Рюген. Само слово Рюген означает, это немецкое прочтение, русское, Руяна. То есть, Русь Яная. То есть, Русь Юная. Юная по сравнению с Гипербореей, который назывался Аркта Руси. Ну, и, наконец, мы тут читаем. Святая, Мары, Русь Рюрика. Ну, Святая Русь Рюрика это весь земной шар, а Мары это, значит, Евразия. Понятно? Итак, первый, кто попадал в иные земли, это войско Рюрика, чтобы вам было понятно. Не обязательно он там был. Ну, сами понимаете, вот сейчас, допустим, наши войска, в смысле, наши летные части находятся в Сирии. Но это не означает, что там находится каково на главнокомандующем. Понятно? Так же было и во времена Рюрика. Он просто отдавал приказы, а воины были. Ну, в том числе вы и в Египте. Следующий, пожалуйста, если можно. Ну, это я показываю сначала, что в Руси тоже есть масса мест интересных. Вот это так называемый Чашин-Курган-Брянск. Ну, вы, наверное, видите, почему он называется Чашин. Возможно, это след какого-то метеорита небольшого. Может быть, еще что-то. Ну, видно, что вершина имеет вид Чаши. Ну, и если мы почитаем, что тут написано на склоне. Ну, во-первых, тут на склоне вы, наверное, видите. Вот он. Верно? Да. Вот я его снес. Ну, и мы тут читаем, что это Хараона, храм Хараона Яра. Ну, Хараон, это расшифровывается как? Хара, то есть Яра, он. Он представитель Бога Яра на земле. Понятно. Дальше. Мака же, вход. Тоже понятно. Мака же, вход, всегда на севере располагался. Я вам напомню, что согласно ведической религии надо ходить с юга и молиться на север. Север – это там, где рай, юг – там, где ад. Ну, по-русски ад назывался пекло. И вам вполне понятно, что жаркие страны для нас воспринимались как что? Как пекло. Да, а освоение земли шло с севера. Почему с севера? Потому что раньше было жарче. Я очень часто это поясняю тем, что вы вспомните о своей температуре тела. У нас температура тела 36,6 градусов. У домашних животных температура 40 градусов. У кошечек и собачек. Что это означает? Это означает, что когда-то температура тела была в термодинамическом равновесии с средней температурой воздуха на земле. Значит, средняя температура была плюс 40. Понятно? Если колебания, скажем, на 40 градусов выше, а сейчас бывает на 40 градусов выше, это плюс 80, это температура горячего песка, на нем можно жарить яичницу. Понятно? Значит, тогда было на земле очень жарко. А где было прохладно? На полюсах. Тоже понятно? Значит, колонизация земли шла с северного полюса, ну или каких-то районов вблизи северного полюса, в данном случае с Аркта Руси, и она шла в направлении юга. Значит, рай, то, где раньше люди располагались, это север. понятно. Почему нас сейчас уверяют, что наши предки жили именно на юге, скажем, там, в пустыне Сахара или еще южнее, потому что там легче копать. То есть, мы с вами вспоминаем пословицу, что человек ищет не там, где потерял, а там, где светлее. Вот так это и получается. Следующий слайд, пожалуйста. Вот это река Лена. Тут есть ленские писаницы, но вот вы обратите внимание на скалы. Вы думаете, это продукты выветривания? Вот чаще всего нам так и объясняются. Понимаете, вот есть, да, продукты выветривания. Но почему у продуктов выветривания, вы прекрасно видите, есть шапка. Причем у шапки тоже, видите, лик есть. Дальше, как вы видите, помимо шапки тут есть нос, рот, усы, борода. Вам это видно? Да. Более того, тут есть очень интересная вещь. Вот, посмотрите, вот тут вот изображение птиц. Я специально его тут воспроизвел. И что мы на нем читаем? Рюрика Вимана. Вимана это летательный аппарат. Вообще, представьте себе, да, река Лена, это Сибирь, И там были воины Рюрика, вот если вы читаете опять, это 50-й год Яра, значит, 856 плюс 50, это получается 906-й год, самое начало 10-го века. Пожалуйста. Кто сюда пришел? Да, написано скала, маска. Прекрасно. Тут еще один лик есть. Ну и вот написано, что это край какое? Весь мир называется державой, области называются краем. Так же, как и сейчас. Правда, сейчас краем называются только те области, которые находятся на границах. Так ведь? А все остальные называются просто областями или губерниями. Ну, губерния не русское слово. Следующий, пожалуйста. Вот это мы перемещаемся на другую реку, тоже Сибирскую, Туэмь. Есть Томская писаница нас уверяют археологи, что вот так рисовали наши далекие предки в Палеоните. Ну, тут фантазии бьют через край. Кто-то дает, скажем, 10 тысяч лет, кто-то дает больше. На самом деле, если почитать, что тут написано, вот вот тут вот написано. Если вы приглядитесь, очень слабый контраст, ну, видно, что там какие-то буквы есть, да? И что мы тут читаем? Храм Яра-Рюрика. Как вам нравится? Дальше. Храм Мара-Руси Яра-Рюрика из 33-й Аркона Яра. 33-й Аркона, столица, город Ладога. Тут вот присутствуют питерцы, они прекрасно знают, что Ладога недалеко от Питера. Ну, и есть филиал. Филиал находится в Крыму. Это современный Херсонес Всевастополь, то есть Херсонес Таблический. Вот оттуда прибыли воины, ну, и написано, что это храм Яра-Рюрика. Вот. Прошу любить и жаловать. Значит, никакое это не палеолитическое изображение, это изображение 9-й А теперь прикиньте, вот скажите, воины, они получали художественное образование. Вот если бы вас попросили нарисовать, ну, наверное, вы бы нарисовали примерно так же. И кто-нибудь из археологов будущего сказал, что о, это палеолитическое изображение. Ладно, следующее, пожалуйста. Это Крым. Если кто-нибудь был в Смиизе, то знает, что есть гора Кошка. Это замечательная фотография, я ее взял из интернета, вы просто видите, насколько гора больше, чем наши постройки. Это дает хороший масштаб. Гора Кошка вся исписана надписями. Ну, вот тут, допустим, вы сразу видите, что тут, ну, вот тут написано, скажем, край. Вообще, все Крымские горы это Краймары. Дальше, пожалуйста. Вот дальше я начинаю читать надпись. Видите, тут полно. Яра, мира, 35-й Аркона Яра. 35-й Аркона Яра это Великий Новгород. Так что, это филиал Великого Новгорода, и надгородцы здесь все это делают. Я хочу сказать, что Великий Новгород, он действительно вошел в нашу историографию как один из ранних городов христианства. Но никто вам не говорит, что во времена Рюрика это был один из оплотов русского лидизма. И поэтому тут полно всяких надписей. Ну, как вам дальше нравятся маски охраны воинов? То есть воины имели тут определенную охрану. Вообще, как вам нравится само слово охраны, которое в девятом веке было? Дальше храма воинов с Вагрии. Значит, итак, это не скифы охраняли, хотя вы, наверное, знаете, что в принципе были там скифы, которые селились именно в Крыму. А охрана была вовсе не из них. Охрана была из Руси Яра, из Вагрии. И дальше Рюрика мира, Святая Русь. Итак, выражение Святая Русь, запомните, идет от Рюрика, но это выражение ведическое. Вот сейчас очень часто говорят там храм «всея Руси». И забывают, что «всея Русь» когда-то совпадал с размерами земного шара. Понятно? Вы не встретите такого выражения ни у какого другого народа. Вы нигде не видите «всея Франции», «всея Великобритания», «всея Германия», «всея Испания». Нет таких выражений. «всея Руси» означает, что «всего земного шара». Сейчас Русь сократилась. Как будто она была «всего земного шара». Храм Мары и «всея Руфа». Ну и смотрите, тут полно ликов. Ладно, следующий, пожалуйста. Вообще все горы были подписаны. Все горы на земле и все подписаны по-русски. Возникает вопрос, как же это так? Вообще, как на горах можно писать? А были специальные летательные аппараты, которые имели не сверла, а что-то там типа молнии проскакивало и выжигали буквально эти надписи. То есть аппарат взлетал, там не было пилота, и на нужной высоте он прожигал определенные отверстия. Ну и вот тут мы видим, хотя это гора Маттерхорн. Вообще считается, что это одна из пирамид, но в принципе мы можем видеть, что вот тут видеть треугольная такая вершина. Вполне возможно, что с одной стороны это пирамида. Ну а мы тут видим надписи Яра-мастерская, то есть на самой горе была мастерская, храм Яра. Дальше подписано Скифия, дважды по крайней мере. Маска Яра-мары. Вот это Скифия-яра. Значит, Скифия тоже деглюз. Значит, Скифия-яра это западная Скифия, Скифия-мары это восточная Скифия. Тоже понятно. Ладно, вот чтобы вы себе представили. В Швейцарии тоже все подписано. Дальше поехали. Но это Италия, гора Монглан. Как вам нравится, тут написано Мим Яра в Рюрико Скифии-яра. Мим Рима в Яра в Рюрико в Руси. То есть, иными словами, это часть владения, на которое претендовал Рим. Значит, Рим на многое претендовал, но и в конце концов к Риму это и отошло. Как вы знаете, Италия, она подвласт людьми до сих пор. Вот. Тут есть датировка третьего Яра Рюрико год Яра. Третий год. Значит, гора Монглан была освоена русскими в 856 плюс 3 в 859 году. Прошу любить и жаловать. То есть, это была никакая не Италия. Это что было? Это опять была Русь-Яра. Чтобы вы себе представляли, да? А то вот многих поражает. Как это в Италии по-русски написано? Ну, вот так. Просто это была Русь. Поехали дальше. Вот еще одна гора. Но это уже Тибет. Вот я обвел лики такими кружками, чтобы вы себе представляли. Вы представляете? Вот такой иконостас. Пожалуйста, вы можете молиться. То есть, тут тоже полно надписей. Каждый лик подписан. Тут есть и храммары, и храмяры. Ну, и тут есть мимо, то есть, жрецы. И чаще всего портреты жрецов там были. То есть, жрец какого-то бога, но в нашем представлении это не ниже епископа. Это что-нибудь типа даже, может быть, митрополита. То есть, это очень высокое духовное лицо. Поэтому их и изображали. Дальше, пожалуйста. Это мы уже перевестили в Крым. Вот нам говорят, что в Крыму была Хазария, и что главный город Хазарии того времени на Тачуфут-Кале. Ну, вот, скажем, пещерный храм. И опять мы видим тут русские надписи. Странно, да, если там были Хазары, то есть, там были люди иудейского вероисповедания, почему же они не иудейскому квадратному письму писали. Описали по-русски. Год Яра 56-й. Значит, прибавляем к 856-й, еще 56-й, получаем какой-то. 912-й год, начало 10-го века. Вот тогда был освоен Крым. Ну, вы, наверное, знаете, Асов первый это название употребил, руссколайн. Вот это Русь Крым. Крым Посмотрим теперь Норвегия. Вот там говорят, древнейший Петрогреш, кто-то дает ему 100 тысяч лет, кто-то поменьше. Ну, что мы тут читаем? Яра, Люрика, Мил. Да, Края Люрика, Храм Мары, Рима, Мира Люрика. Вот, заметьте, везде, где мы встречаем надпись Рим, в конце концов, в этих странах установился католицизм, то есть они, в конце концов, и стали подчиняться Риму. Сначала Рим был русским, и, соответственно, все надписи были по-русски. Все понятно? Так что, Скандинавия тоже была русская. Дальше давайте читать. Еще один Петрогриф Норвейки, но говорят, тут вообще примитивнейшие рисунки, значит, вот это древнейшие скотоводы писали. У меня к вам вопрос. Скотовода попробуйте заставить писать на камнях. Тут первый вопрос. На бумаге-то скотовод хорошо пишет? Это вопрос, да? А если не на бумаге? А если на камне? Вы в детстве пробовали камень разбить о камень? Каково это у вас получалось? Да никак. Камни слишком крепкие. Возникает вопрос, а как же на них писать? А это была целая технология. Ну и что мы тут читаем? Я раним хараона Рюрика, храм Рюрика, храм Мары, край Мары. И даже морала не трогать. Я вам напомню, что олени подразделяются. Есть олень благородный, вот он как раз называется морал. И есть олень северный, он называется ренн. И по-немецки он так и называется до сих пор ренн. А они чем отличаются? У морала рога чуточку вперед, а у северного оленя рога чуточку назад. Но когда вы приходите в зоопарк, обычно вы не различаете, где благородный олень, где северный олень. Внешне они очень похожи. Вот только по рогам можно как-то немножко их отличить. Ну и дальше написано, что это год Яра Рюрика. Вернее, извините, от Руси Яра Рюрика. Значит, опять пришли воины, от нечего делать, они занялись рисованием. Рисовали они, поскольку они не профессиональные художники, ну уж как получится, так и получится. Понятно? Лучше всего рисовать в профе. Вот у себя в детстве, вспомните, если вы не кончали художественные школы, наверняка нарисовали, проще всего людей рисовать в профе. Согласны? Анфас сложнее, и самое сложное рисовать в три четверти. Наверное, вы помните, особенно я знаю, девочки очень любят рисовать таких девушек, да, в свадебной одежде, в длинных пышных юбках, такие красивые. Чаще всего их изображают в анфас, и иногда в профиль, но лица чаще всего изображают в профиль. Вот так и рисовали. Поэтому никакие это не скотоводы, это творчество воинов на досуге. Следующий, пожалуйста. Если мы теперь посмотрим французские пещеры изнутри, нам тоже говорят, вот пример этих палеолитических надписей. Вот это пещера Альтамина. Тоже очень интересная история. Значит, есть французские пещеры, есть испанские пещеры. Марселина де Саутола был помещиком испанским и в 1870 году издал книжку. Дело в том, что однажды они пошли на охоту с дочерью и к сожалению у них пропала собака. Начали искать собаку, нашли подземный ход. В подземном ходу нашли собаку. Через пару лет они с дочкой решили пройтись по этому подземному ходу и нашли пещеру. У них был факел, но что их очень удивило, в пещере оказались надписи о потолке незакопченными. Это их очень удивило, и они пригласили археологов. В то время археологами были французы, которые опережали примерно на полвека по части археологии, и эти французские археологи сказали, что слишком яркие краски, а поскольку они узнали, что у них как-то гостил художник примерно в течение двух недель, они сказали, ну, все понятно, художник и нарисовал. Ну, если просто померить по человеку часам, сколько нужно времени, чтобы это нарисовать, я вам напомню, значит, есть такие примеры, Микеран, же, благоунаротти, расписывал Сикстинскую капеллу. Он хотел ее расписать за год, расписал чуточку пораньше, за 11 месяцев, причем сначала он расписывал с помощниками, потом от них отказался, потому что они не точно выполняли его замысел. Там было примерно 200 квадратных метров. Значит, 200 квадратных метров, а это примерно столько же, сколько здесь, нужно расписывать, причем такому художнику, как Микеланджело, 11 месяцев. Что можно сделать за две недели? Только подготовить леса. Больше ничего не успеете. Ну, может быть, подмалевывать сделать. Что же мы тут читаем? 303 год Яра, ну, простите, если мы к 856 прибавляем 303, на какой год получаем? По крайней мере, 1200, да? 1259 год. То есть, конец 13-го века. Вот когда это делали? Это даже не в первые годы. И кто это делал? 33-й Арконы края Юлькариана. 33-й Аркон, еще раз напоминаю, Ладога и ее филиал город Харсонес таблический. Вот кто это делал? Это наши люди делали. Понятно? А все это теперь считается испанским достоянием. Я много раз вам хочу сказать, что русская культура была приписана очень многим народам, которые потом заселились. Значит, вот в данном случае, я вам показываю итальянские, испанские наследия, на самом деле это русское наследие. Дальше, пожалуйста. Как вам нравится? Римская женщина изображена, но изображена очень странно. Вы, наверное, знаете, что вообще ривлянок изображали обнаженными. По крайней мере топлис. Здесь вот что-то типа Бюстгальтера, так что это достаточно позднее изображение, но и мы действительно читаем. 777-й год я. Вот надписи идут. Вот если вы внимательно вглядитесь, вся мозаика это не что иное, как надпись. Я полностью это не читал, я так-то кусочки прочитал, потому что если полностью читать, вы знаете, у меня три дня уходит только на одну мозаику. Ну просто я не управлюсь проблемами. Но самое интересное это последняя характеристика, как она названа, эта девушка. Видите, прелесть стройная. Как вам нравится, да? Римская девушка, которая называется прелесть стройная. Замечательно. Она еще и язычок показывает. И видите, она бежит с гантелей. вообще я не уверен, что гантели существовали во времена древнего Рима. Ну-ка давайте прибавим. Значит, мы какую дату получаем? 1633 год. Это первая треть семнадцатого века. Вот когда сделана эта римская мозаика. А нас уверяют, что в древности римляне делали вот такое. опять вы видите святой скишни, да? Тридцатая аргона Яра. А тридцатая аргона это город Каир. Вот где ее сделали. Но сделали на территории другой страны, которая сейчас относится к Италии. Дальше, пожалуйста. Франция. Пещера Нео. Значит, я хотел бы напомнить, что пещеры были открыты в XIX и XX веках в департаменте Дордоне. Департамент Южный назван так по имени реки Дордоне. А у нее есть приток Везер. И вот вдоль этого притока Везер периодически раз в десяток лет открывали все новые и новые пещеры. Их на сегодня открыто около примерно 20 штук. И в каждой пещере находится по крайней мере по сотне рисунков. Если мы с вами умножим эту цифру на 20 пещер, мы получим не менее двух тысяч рисунков. Представляете какое богатство? Опять, кто это нарисовали? Предки французов? Ничего подобного. Кто нарисовал, давайте читать. Маска воинов варяевых. Маска это значит изображение. Итак, кто сделал эти изображения? Опять сделали воинов варяевых. Понятно? Дальше 303 год рюрика. Опять какие-то 12 век. То есть вам понятно? Вот а нам говорят это палеолитическое искусство, это древний человек, вот он забрел в пещерах. Вы наверное читали, что в древности люди жили в пещерах. Хотел бы я на вас посмотреть в пещере. Вот я несколько раз, когда был в Крыму, спускался в пещеры. Вы только подходите к пещере, значит на улице плюс 30, а к пещере подходите, там как холодильник. И там всегда если вы знаете экскурсоводы вам предлагают одеться в куртке, потому что многие идут в шортиках, в футболочке, вы там замерзнете, потому что там самая максимальная температура плюс 12, а в среднем там плюс 3, плюс 4 градуса. Возникает вопрос, при плюс 3 градусах вам будет комфортно? Это первое. Второе, буквально через каждые, ну буквально вы 5 метров отошли от входа, там тьма, тьмущая. Сейчас все пещеры электрифицированы, там электрические лампочки. А так вы ничего бы там не увидели. Значит, там темно. Возникает вопрос, как же там жить? Более того, вы наверное знаете, что в древности пещеры были обитаемы, но не людьми. Существовал так называемый пещерный медведь. Вот когда вы смотрите его изображение, или когда вы смотрите, что нашли археологи, пещерный медведь был в два раза крупнее современного бурого медведя. Вот вы заходите в пещеру, а вас сзади кто-то обнимает с такой силой, что у вас ребра трещат. Понятно? Это пещерный медведь. Ну и наконец, вы наверное знаете, какая сырость в этих пещерах. Там не меньше 90%, а там может быть и 95% влажности. Во всяком случае, вот сколько раз я видел на ступлениях, просто вода стоит, она не испаряется, потому что такая сильная влажность. То есть пещеры для обитания человека совершенно непригодны. Вот зайти туда, ну на час, ну на два максимум, это интересно. Но жить там практически невозможно. Жить, вам надо что-то подогревать, да, подогревать, значит, надо развести костер. Возникает вопрос, а как там с вентиляцией? А никак. Возникает вопрос, откуда будет притекать новый воздух, куда пойдут самые горячие, так сказать, дым пойдет. Ничего этого нет. То есть, еще раз хочу сказать, в лучшем случае использовались только входы в пещеру. Там еще как-то можно было жить на границе между пещерой и свободным пространством. Ну и тут что мы читаем? маска воин варягов, Мара Храм, 303 год, Юрика Яра. Ладно, поехали дальше. Приходим в Соединенные Штаты Америки. Брайтон-Бич, мне как-то один человек прислал ряд фотографий, только у них два Брайтон-Бича. Есть один Брайтон-Бич в Нью-Йорке, а другой Брайтон-Бич в Калифорнии, вблизи Сан-Франциско. Вот это имеется ввиду Брайтон-Бич вблизи Сан-Франциско. Что там произошло? Там хорошие пляжи, но и есть мазки, мазки для того, чтобы с берега на пляж перейти. И вот однажды была буря, и после бури то, что было под мазками, вымало и разбросало по пляжу. И вот оказались такие изображения. Оказывается, это изображения, которые современные американцы просто выбросили, убрали, но они тяжелые, и сами понимаете, грузовики по песку плохо ходят, ну, в общем, дорого было убирать. Но вы видите, это маски настоящие, и что мы тут читаем? Мара Яра, маска, маяк Яра. Это изображение Бога Яра. Как вам это нравится? Значит, и так в Соединенных Штатах Америки тоже была такая культура русская. Скажите, пожалуйста, это приятно признать американцам, что они живут на русской культуре, что они выбрасывают остатки русской культуры. Ладно, следующие слова. Возьмем Латинскую Америку, Перу, Мачо, Кичо. Вы обратите внимание, вот видно, что вот это вот надписи. На самом деле это все надписи. Ну и что мы читаем? Край Рюрика Яра. Как вам нравится? Вообще север Северной Америки это край Рода или Русь Рода. Все остальное Русь Яра. То есть вам понятно, что во времена Рюрика там была русской культурой. Следующий слайд, пожалуйста. Вот очень интересно, маленькая пирамидка из Эквадора. Ну просто модель как бы или макет. Ну и вот вы видите, что тут спорщ надписи, правда они перевернуты кверху ногами, и тут есть надписи и руницы, то есть ноговыми знаками и буквами. Ну и что мы тут читаем, что это храм Яра, в Руси Яра, Яра мир, Бог Мим, Бог Войф, и мира, Яра, Хороши Боги, догодны. Вот вам слово «хороши». Посмотрите, вот как оно выглядит на самом вот это. Ну это я обратил в цвете, то есть не чтобы светлое на более темном, а наоборот темное на более светлым. Слово «хороши», да. Ну понятно, что археологи ничего тут прочитать не могут. Они считают, что это нечитаемо. На самом деле это все читаем. «Как вам нравится выражение «боги хороши, да годны» в Латинской Америке?» Ну чего себе? Опять заметьте, это тоже все во времена и веках, потому что мы видим именно такие навыки. Следующие, пожалуйста. Эту статью я назвал «Говорящий по-русски крест Майя». и так город Поленки, Мексика, штат Чиапас. Кстати, у меня со штатом Чиапас такой казус произошел. Я когда летал в Латинскую Америку, то я там хотел обратиться в посольство Гондураса, а мне сказали, что можно в Мексике обратиться. Я этого не смог сделать, потому что как только я прилетел в Мексику, у меня отобрали паспорт. Поэтому в посольство мне было не с чем идти, мне его отдали только перед посадкой самолет. Но когда я летел назад, то у меня мало того, что отобрали паспорт, мне надо было 4 часа дождаться до рельса в Европу. Ко мне еще приставили полисмена. Полисмен был, правда, человеком молодым, ему где-то было лет 18, мы с ними разговорились, он с удивлением узнал, что я русский, а почему он узнал? Потому что я слово революсион произносил с переднеязычным эр, а он привык к тому, что всегда американцы летают, которые говорят революсион, рэ, рэ, вот это вот, а как вы знаете, в испанском языке переднеязычный звук рэ, причем он более раскальческий, чем в русском языке, они произносят приемлем революсион, да, и вот это рэ, я вдруг смог так пророкотать, рэ, он был крайне удивлен, а еще больше он удивился, когда узнал, что я русский. Выяснилось, что как раз в провинции Чьяпас была какая-то заварушка, и они решили, что все русские, которые прилетают через Мехико, через аэропорт, они непременно связаны как только с этими террористами, которые там вот далеко-далеко в провинции Чьяпас находятся. Ну ладно, бог с ним. Вы тут видите, что крест есть, да? Вас не удивляет, что в Латинской Америке знают существование креста. Кстати сказать, и современные археологи, они не в курсе того, что крест был и в русском ледизме. У каждого бога был свой крест. Самый пышный крест был у богини Мары. А самый простенький крест, наверное, был у бога Яра. Вот то, что мы здесь читаем. Яра рода Мим и Яра рода Храм. Дальше написано Колокол. Яра рода. Яра Рим пустил у мир рода. У мир, ну, как вы знаете, на юге вместо предлога В применяется предлог У. Это вы в курсе, да? Вот. Значит, что эта надпись говорит? Кто пустил в мир рода, то есть, на Северную Америку, кто пустил туда, так сказать, нашу культуру? Рим туда пустил. То есть, вам понятно, что задолго до того, как туда приехали испанцы, то есть, где-то в 10-11 веке, там были римляне, которые говорили на русском языке, и к русскому языку они приучили индейцев. И они приучили также и к кресту. Поэтому, когда потом приехали испанцы, естественно, что их приняли аборигены за богов, которые несли крест, ну, как, ну, все нормально. Ну, только они по-русски ничего не понимали, но это, конечно, немножко смутило. Рано, дальше давайте поедем. Это остров Пасхи. Вот что удивительно, мы читаем на спине написано Яра храм, 23-я аркона Яра. Дальше 6-я Москва Склаверн. Оказывается, 6-я Москва Склаверн это не что иное, как столица острова Пасхи. Ну, и дальше написано 23-я аркона Яра. Вот, то есть опять это римское владение, где они, римляне, придумали и надписи до острова Пасхи. Вот сегодня в продажу вышла моя книжка, что загадочные надписи читаются по-русски. В частности, это их письмо острова Пасхи Кахао Ронга Ронга написано по-русски, чтобы вы себе представляли. Дальше, пожалуйста. Это мы говорили о том, что распространены по всему свету, даже на острове Пасхи русские надписи. А вот теперь я хотел бы поделиться с вами строительной деятельностью того времени. Вот это Аннабарская плотина запада Плато Путорана. То есть она находится примерно между Норильском и вот этим Плато Путорана, которое находится восточнее. Ну, вы, наверное, знаете, Плато Путорана по территории примерно равно современной Франции. Это в основном тундра. То есть ходить туда очень тяжело. Сами понимаете, когда тундра тает летом, то вы только наступаете и сразу у вас под ногой лужица образуется. Вот я был в Мурманской области на Кольском полуострове. Там везде мох, но как только вы наступаете, там сразу вода поступает. Это летом. Лето очень короткое. Лето примерно полтора месяца. Ну и вторая неприятность это туча мошкары. Вот я только доставал фотоаппарат, как меня тут же обрепляла масса этих комаров. Вот можете представить, насколько приятно ходить по таким болотам, а иначе это назвать нельзя. И расстояние от селения до селения примерно 300 километров. Значит случить с вами что до ближайшего населенного пункта, откуда можно позвонить или там где можно получить помощь 300 километров. Вот прикиньте, пешком вы за сколько доберетесь. То есть это сутками надо ходить. И то, если вы точно пошли, а если вы промазывали, значит, чемпионам брать так представьте себе вот как выглядит эта гряда. Вы видите наверху скалы. Тут тоже скалы. Вот я решил почитать, что написано на верхней части. Ну и что мы тут читаем. Яра, храм Юрика, Аркона, 33-я Яра, Руси, Юрика, ну и так далее. Скиф. В общем, короче говоря, это тоже во времена Юрика. Как вам нравится? Видите, значит, тут определенный изгиб реки и вот такая ответственная скала и на каждой скале по одной букве надписи. Это гигантские надписи, но, наверное, их размер там в два-три этажа. Вот что делали наши предки. Скажите, пожалуйста, мы сейчас смогли бы сделать нечто подобное? Я думаю, что нет. Такие надписи нам сейчас не по зубам. Дальше, пожалуйста. Кстати, вот хочу поблагодарить Сергея Альбертовича, это он мне указал на эту плату поторагу. Вот другой вид того же самого, собственно, это плотина, плотина, которая защищала от наводнения храм. Ну, естественно, храм Яра и Крам Мары. И что мы тут читаем? Что наши предки написали? Яра стена, аннабарская плотина. Как вам нравится? Значит, это Яра стена. Мы такие стены пока не можем сооружать. То есть, мы сооружаем такие стены из железобетона. Как вы знаете, когда мы строим электростанцию, гидроэлектростанцию, у нас есть плотина. Но плотина из бетона. А тут заметьте, плотина из естественных скал. нам это не по зубам. Мы такого сделать не можем. Это я вам к тому, что наследие наших предков превышает наши сегодняшние возможности. Чтобы вы себе представляли. Мы сейчас удивляемся, что по-русски написано, но мы не удивляемся тому, какова была строительная техника, и каковы были размеры. Вы представляете, вот это несколько километров, и вот наши предки сделают. Следующее, пожалуйста. вы узнаете. Это так называемая Великая Китайская Стена. Вот вид ее зимой. Правда, очень живописно. А как она по-русски называлась? Великая Скала Марго. Понятно? То есть никакая она не китайская. Тогда и китайцев там не было. Тогда там были русские. и Москова. Ну, Москова это в географическом смысле север. Итак, Русь рода Мары. То есть еще раз значит это Русь Мары то есть Евразия. Ну и Русь рода значит это какая-то часть Евразии видимо Восточной. Вот так выглядела Великая Китайская Стена Зимой. Следующий слайд пожалуйста. Еще более живописное представление. Вы представляете как эта стена шла? Возникает вопрос а зачем? Она была русскими предусмотрена для того чтобы перебрасывать войска через горы. Я вам напомню что когда Суворов совершал переход через Альпы у него погибло примерно две тысячи солдат. они же не были альпинистами. А вы представляете когда соорудили такую стену то не только пешие войска но и кавалерия могла спокойно проходить по этим местам. Ну вы видите да меня просто поражает вот 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 то есть вам понятно вот а вам видно что вот тут вот идут надписи вот я их внизу снес малый храм лежащие войска ярох как вам нравится да а где тут китайские иероглифы да их нет они и не нужны потому что это русская построена Олег Алексеевич а если какие-то датировки почитали вы китайские стены ну кое-где мне встретились датировки дальше пожалуйста я не знаю сейчас вошел это или не вошел я просто хотел вам показать ну я думаю что это тоже это какие-то первые годы яро то есть это скорее всего тоже 10-11 века ну вы просто видите какой масштаб этих сооружений и вы понимаете что у китайцев даже сейчас не хватило бы никаких средств построить такую стену то есть кое-какие места реставрируются в наши дни но это требует огромных затрат я вам просто хотел показать какого размера буквы вы видите что вот тут вот идет надпись и вам видно размер букв вот вы просто сопоставьте с высотой стены значит стена ну примерно в 2 или 3 этажа и вот теперь прикиньте это ну примерно восьми а то и десятиэтажное здание это одна буква как вам это нравится мы бы сейчас смогли такое сделать на скальном грунте такие надписи нет конечно вот написано храм Маара Яра дальше пожалуйста это мы теперь переходим к римским дорогам да кстати я забыл сказать ну тут я просто не прибыл соответствующий рисунок на одном месте китайской стены написано что это такое там написано ход рати Яра то есть проход для войска Яра войско Яра это конница в отличие от рати рода рати рода это пехотинца и в отличие от рати мары то есть это лучники со стрелами понятно то есть это для кавалеристов вы представляете сделать такой мощеный путь для кавалеристов то же самое в Европе вот это так называемый милевой столб или мильный камень в Австрии но почему-то на нем написано по-русски нет конечно и латинскими буквами написано и есть латинские написаны но когда мы начинаем более подробно посмотреть мы видим тут написано Русь да Яра Русь храм Яра Русь Мира Маяк Родова Мирила и так милевой столб назывался Родова Мирила почему Родова да потому что войска Рода это пехотинца Мирило тысяча шагов тысяча шагов тысячи как вы знаете на всех языках романских будет миль отсюда милевой столб тысяча шагов тысяча двойных шагов значит двойной шаг взрослого мужчины примерно полтора метра отсюда одна миля примерно полтора километра войска шли с определенной скорости эту скорость вы примерно знаете вы всегда слышали военные марши под которыми шагают войска если кто-то музыкой занимается то знает что на этих маршах нарисована четвертушка и написано равно 60 то есть это значит 60 шагов в минуту ну вот вспомним скажем марш триумф победителей понимаете у вас не меньше 30 килограмм за плечами и вот так вы шагаете не менее 10 миль то есть не менее 15 километров чаще всего ходили на 20 миль на 30 километров в полной выкладке вот чтобы вы себе представляли для чего были нужны такие дороги следующий пожалуйста значит запомнили да милевой столб это родово мерило русское название вот еще один кусок римской дороги что мы тут видим написано Ярохрам Яромаска Маска Макожи ну и опять Ярохрам то есть это вот участок дороги уже запущенный вообще так как вы знаете римские дороги сейчас используются в основном как основу или для шоссейных дорог или для дорог железных чтобы не строить заново поскольку наши предки им сделали еще раз когда Рим был русским ну тогда русские и строили эти дороги дальше пожалуйста вот еще кусок римской дороги как видите используется как современная шоссейная дорога арка арка туннеля и что мы тут читаем Маскова Яро в мире Маскова Русь Яро Маска что еще тут Русь Яро Моряк Маяк мастерской Яро Мар Маска все по-русски написано это туннель Фурло на Фламиниевой дороге ну и вот эта самая маска то есть изображение вы видите да есть выпученные глаза нос усы города то есть действительно есть изображение человека ладно дальше посмотрим ну это вы наверное знаете Стоунхендж причем вот так он выглядел в конце 19 века как видите масса столбов поваленные ну и мы читаем что храм Мима Яро Рюрика то есть храм жреца который имел отношение к Рюрику нам говорят нас уверяют что это постройки где-то ну две половины тысячи лет или чуть постарше на самом деле это постройки времен Яро Рюрика то есть это 9 век нашей дальше пожалуйста ну вот от Стоунхендж я перехожу к летательным аппаратом у меня в принципе было много слайдов но мы решили всего несколько показать Индия сохранила слово виманы слово виманы вообще говоря русские русское слово почему русское значит меня заинтересовало два названия вот это якобы индийское виманы и латинское авиация авиация от слова арис арис это птица по латыни но когда я читал русские надписи там везде на могилах было написано что человек очил что значит очил очил значит п опускалась если мы в слове авис прибавим опущенную букву п мы что получаем повис да повис но они назывались виманы ман как вы знаете в русском языке этот корень сохранился в косвенных падежах от слова я я меня мне мной да понятно в тюркских языках это означает не только я но и человек значит либо повис я либо повис человек понятно ну действительно он повис виман это летательный аппарат так что это чисто русское название и вот в Индии сохранились легенды я считаю что это чистый миф о том что есть якобы летающие дворцы летающих дворцов никто никогда не видел ну вот есть некоторые петровли на камнях но если прочитать надписи которые на них там написано храм Мары в Агрии Яра войска 35-й Арконы Яра Рюрика год 32-й значит воинов Яра Александра воина Яра значит это войска Александра и вы прекрасно знаете имя Александр было только у одного полководца какого? Македонск значит в каком году он в Индию попал что мы тут читаем Рюрика год 32-й ну-ка 856 плюс 32 какой мы год получаем 888 вот когда прибыл Александр Македонский в Индию видите сохранилось упоминание на петровли ладно дальше пожалуйста вот это сохранившаяся до сих пор вимана ее нашли американцы в Афганистане в одной из пещер на пещере написано что это храм Мары ну и мы здесь читаем если в центре прочитать надпись написано Лимана Яра Рюрик надо сказать что ряд таких лиман американцам попался и они стали делать сейчас такие в виде летающих тарелок летательные аппараты но это летательные аппараты Рима это не так сказать не Руси дело в том что Рим потом стал тоже строить такие же лиманы как и Русь Рюрика следующий пожалуйста слайд в Колумбии сохранилась значит столица Боготи золотые изображения золотые макеты это вот такие вот из золота модельки может быть вы их видели но на них они все испещрены надписями вот я попробовал прочитать вы видите какое огромное количество слов на этих плоскостях чем они отличаются от современных ну первое нет кабины пилота значит тут сидит два пилота они отгоржены коридородкой от задней части но они прикреплены видимо очень слабо и сразу следует что больших да больших скоростей развивать они не могли потому что иначе просто сдует пилот сами понимаете и дальше вы видите задние плоскости очень приближены к передним плоскостям у нас сейчас большая часть фюзеляжей их отделяет а вертикальные рук заметьте у них сзади вот у нас обычно вот эти вертикальные рули и горизонтальные рули они вместе помещаются так что внешне он выглядит по-другому и потом очень большая поверхность крыла так что у меня такое впечатление что эти виманы это так называемые виманы мары то есть это самолетики они соответствуют нашим учебно-тренировочным вот на них можно и петли не сперва делать любые фигуры высшего колотажа но еще раз повторяю это тихоходные самолеты дальше пожалуйста ну и наконец я вам хотел представить карту как выглядела с точки зрения времени Юрика вся земля значит Гренландия это Русь Макоши это вот исходная Русь которая по-русски иначе называлась Арктида или она же называлась Аркторусь почему Аркту Арктус это искаженное название медведя медведь был Рыкос и отсюда Арктус это так сказать гречески переделанное слово Рыкос то есть медвежья страна но как вы знаете мы сейчас вернулись к символу медведя у нас символ нашей партии да вы знаете медведь правда он сейчас у нас бурый а раньше символом Макоши был белый медведь точнее белый медведь ну вот это небольшая часть теперь маска Макоши ну маска это изображение Макоши северное изображение все остальное это Русь Яра за некоторыми исключения итак Африка называлась Макоши то есть возможно действительно сначала Русь Макоши осваивала вот эту часть причем это центральная и южная Африка северная Африка называлась Русь Склаян или иначе Русь Яра Мара то есть то место где соприкасались Русь Яра и Русь Мара Русь Мара это вся евральская Русь Яра как мы с вами говорили маленький кусочек ну и наконец я не совсем точно я на середине показал надо было чуть севернее показать Русь Рода все остальное это Русь Яра но и вблизи полюсов были края Мрак то есть Арктиду и Антарктиду видимо не очень знали Австралия тоже Русь Яра то есть вот такая карта то есть видите название понятное но немножечко с другим значением так следующий пожалуйста слайд я заканчиваю вот я хотел бы вам показать сегодня многие уже приобрели новую книжку где я дешифрую многие надписи которые до сих пор не сумели прочитать но они оказываются по-русски тут вот я мне написал вот эти золотые таблички это Патера Криспи из Мексики те самые которые славяно-русских славяно-арийских ведах Хиневича они были показаны как некие таблички на которых якобы написано древние послания на самом деле это не совсем древние они тоже во времена Рюрика и все это написано по-русски а не какими-то условными значками ну и последнее пожалуйста значит вот я вас приглашаю на свой сайт и приглашаю на летние занятия в Крым в Крыму у нас будет летняя школа и соответственно экскурсии в пещеры Крым как вы знаете богат пещерами на пещерах есть и древние надписи и надписи которые Кайлом просто вырублены древние надписи и видны следы этих Кайлов как христиане ворубали эти наши древние надписи это весьма познаваемо так что я вас приглашаю большое спасибо за внимание и сейчас я передаю микрофон Сергей Альбертович Сергей Альбертович